Хочу вам сообщить, что ситуация в молодёжной среде стабильная. Никто, как ожидалось этого, массово в Киев не поехал. Все студенты у нас на занятиях. Об этом вчера сообщили лектор и преподаватели коменданты общежития. Школьники на территории Харьковской области также присутствуют на оборудовании. И вообще, они говорят, что там делают эти все люди на Майдане. Они просто хотят себя не заниматься. Все, кто хотел выразить своё мнение по поводу политической ситуации, как врача не поддержали, курс правительственной евроинтеграции сделал. Это ещё в субботу. Хотел общаться в митинге, который прошёл на площади свободы. И сделал это время, когда не было учёных и не было работой, не дорожая при этом общественного порядка. Дорог Харьков, благодаря тому, что мы все с вами в понедельник заходим на работу, и каждый учится, каждый работник вполне является достойным для Европы города. И центром интеллигенции, центром образования, промышленным центром. И я думаю, что в Европе хотят именно таких цивилизованных людей видеть. То, что сегодня происходит на Майдане, где мы видим много молодых людей, нам стало понятно из общения с молодёжью из других регионов Украины. Безусловно, на Майдане есть та молодёжь, которая выражает свою гражданскую позицию, выражает её мирно, выходит в оборуде рабочее время и поддерживает эту толпу демонстрацию. Но большая часть молодёжи, которую вы видите на Майдане, это представители западных регионов Украины. И нам это сообщают в западных регионах Украины. Молодёжь привозят в Киев на фурах, даже не на автобусах, а просто, простите, как скот, погружают в фурах, для того, чтобы они там на этом морозе стояли и выполняли действия лидеров оппозиции. О чём можно говорить? Мы знаем, что молодёжь, которая живёт в Киеве, они там на этих улицах, которые заблокированы, то есть, по сути, не может выходить на свою работу. Говорит, что утро у молодёжи на Майдане начинают из бутылки пива. Вот, кто делает революцию в нашей стране. Вот, какая молодёжь. Я хочу вам показать распечатку. Это принт-скрим одного из известных сайтов украинских, где продаются буршные вещи. Так вот, на этом же сайте можно купить буршно людей на митинг. Посмотрите, цены растут. Цены начинались 28 ноября, от 80 гривен за участие в митинге, а уже вчера 200 гривен. О чём это говорит? Простой закон экономики, когда пониженное предложение, повышенные спросы. Они ещё немножко постоят, замёрзнут и разойдутся. Уже вчера оппозиция призывала всех концертов оставаться на площади, призывала не разводиться, собраясь позиции. Это значит, что у них не так много людей, скоро времени там останется. Город Харьков в свободу собрал 110 человек на площади свободы. Это только один город Харьков. Они в Киеве смогли собрать 300 тысяч. Так вот, если будет необходимость, я думаю, что из ближайших дней года город Харьков соберёт и миллион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова